В конце июня в многопрофильном техникуме имени Евстигнеева прошел первый демонстрационный экзамен. Выпускники по профессии, оператор станков, числовым программным управлением показали свои навыки, которые они получили за 10 месяцев обучения. Сегодня я сдаю диплом, так сказать, в необычной форме. Вот, короче, тут нужно будет собрать инструмент, ввести программу на компьютере, потом ввести ее в станок и вытащить деталь. Надо сказать, что с чертежом, с основным чертежом ребята были ознакомлены, повторюсь, он находится в свободном доступе на сайте WorldSkillsRussia. Единственное, на 30% изменено задание, то есть ребятам нужно продемонстрировать свое умение сориентироваться в изменяющихся условиях, подобрать тот инструмент, который вы видели, выбрать нужный, соответственно, написать управляющую программу, завести ее в систему, ну и, соответственно, вытащить деталь. То есть здесь целый комплекс компетенций, а не одна, какая-то определенная. Перед экзаменом в учебной мастерской был сделан косметический ремонт, заменены светильники. Техникум приобрел необходимый рабочий инвентарь, а руководство цехов номер 35 и 54 предоставили образцы шероховатости и измерительные инструменты. Профессия очень современная, достаточно грамотная, востребована на сегодняшний день на производстве. Я считаю, что молодые люди правильный выбор сделали. Чтобы ее освоить, конечно, нужна большая подготовка. И вот эти 10 месяцев обучения, они состояли в основном из общепрофессиональных предметов и практических занятий. За ходом экзамена внимательно следили приглашенные независимые эксперты с предприятий НИИМАЖ, НТЛ и ВСМПО. Специалисты в оборудовании с числовым программным управлением контролировали качество выполнения работ. На одном станке была проведена черновая обработка полностью всей детали. То есть он сделал черновую обработку. Это, наверное, достаточно неплохо. Если все остальные параметры будут нормальные, я думаю, что это будет в районе четверки твердой. На втором станке он подготовил инструмент, приготовил сам станок, написал управляющую программу. Но возникли какие-то сложности с выводом у него именно на станок, этой управляющей программой. И вот здесь вот он маленечко споткнулся как-то. Но, в общем, все остальное было у него тоже сделано. Для принятия демонстрационного экзамена Александр Злыгостев приехал из Санкт-Петербурга. Он отметил хорошую оснащенность техникума, которую обеспечивает градообразующее предприятие. В свою очередь, эксперт объяснил преимущества сдачи практических работ. Преимущества, можно сказать, выделить три таких основных точки. То есть это моделирование реальных производственных условий участникам. То есть они видят, они работают одни на станке. Также тут присутствует независимая экспертная группа. Они получают независимую экспертную оценку. Представители предприятия их оценивают. Они преподаватели, которые их обучали. Ну и третий немаловажный факт. Они, пройдя через демонстрационный экзамен, получают так называемый скилл-паспорт международного образца. 29 июня состоялось заседание Государственной экзаменационной комиссии, которая рассмотрела оценки студентов за год. Основываясь на эти показатели, в результате демонстрационного экзамена были выведены оценки в диплом. Уже сейчас новоиспеченные заводчане начали занимать свои места в цехах ВСМПО.